Если стена падет, мир обречен. В кино. С 16 февраля. Великая стена. Всем привет, дорогие друзья! С вами Даня Махоган и Семенов. Из сегодняшнего выпуска новостей вы узнаете о датах проведения всех турниров серии DreamHack в 2017 году. О свежих решафлах CSGO сцены, о новом патче в Dota 2, а также о беспрецедентном для киберспорта скандале на ESEA. 2017 год обещает быть жарким и богатым на киберспортивные события, ведь одни только организаторы серии турниров DreamHack анонсировали аж 11 турниров. Помимо 9 обычных фестивалей в Лас-Вегасе и Мальмё пройдут 2 чемпионата серии Мастерс. Больше всего турниров запланировано на летний период. С июня по август пройдет 4 ивента. Кроме мест проведения, наконец, стали известны даты. Турнир в Лас-Вегасе пройдет с 15 по 19 февраля, в Остине с 28 по 30 апреля, в Туре с 6 по 8 мая. Летнее открытие в Швеции пройдет с 17 по 20 июня, турнир в Валенсии с 13 по 16 июля, в Атланте с 21 по 23, в Мальмё с 30 августа по 3 сентября, в Монреале с 8 по 10 сентября, в Денвере с 20 по 22 октября и, наконец, шведский Тримхак Винтер 2017 пройдет с 30 ноября по 3 декабря. Как видите, скучать нам точно не придется. Филипп Айди Айструб покинул Фейс-Клан и присоединился к Норс. Там он заменил норвежца Рубена Рубиньо Виларуэлла, который сам решил покинуть команду. Фейс-Клан пообещал назвать имя пятого игрока 9 февраля. Согласно заявлению Норс, Рубен Рубиньо Виларуэлл захотел покинуть команду по окончании The League Major, а пригласить Филиппа Айзи Айструпа решили игроки. Он подписал контракт с организацией сроком на 3 года. По информации портала flickshot.fr, состав Фейс-Клан укомплектует Адиль с Крим Бенрильтом. Несмотря на то, что организация представит обновленный ростер 9 февраля, до конца этой недели команда будет играть с игроком запаса и Акимом ЖКМ Мирвустадом. Бывший игрок SK Gaming Линкольн ФНХ Лао подписал контракт с Immortals. Он прошел испытательный срок и занял место Жуао Фелпса Восконселоса, который присоединился к SK Gaming после окончания The League Major 2017. Как рассказали Immortals, американские квалификации КАЕМ Котовицы 2017 стали пробным турниром для ФНХ. Команда обыграла Контр-Лоджик Гейминг, дважды победила Team Liquid и получила единственную путевку в Котовице. SK отправила ФНХ на скамейку запасных в декабре 2016 года, но не стала сразу подписывать Жуао Фелпса Восконселоса, поскольку не могла заявить его на The League Major. Фелпс присоединился к SK Gaming 5 февраля. Таким образом, в состав Immortals сейчас входит пятерка игроков. ФНХ, Лукаси, Кенни, Стилл и Бонс. В очередном обновлении для Дота 2, вышедшем буквально сегодня утром, разработчики сильно изменили систему талантов героев, которая была представлена в патче 7.0. Были также внесены общие изменения, которые касаются предметов и карты. Так, например, Sentry Wards теперь можно купить отдельно, по одной штуке за сотню золота, а не только пачка из двух вардов за две сотни золота, как это было раньше. В Captain's Mod вернули переработанного Ликантропа. Произведены мелкие изменения карты в угоду баланса, а в той или иной степени были изменены характеристики почти двух десятков предметов. Что касается талантов, то по сути они были переработаны для всех героев, от Ападона до Зевса. С полным списком изменений вы можете ознакомиться на сайте cybersport.ru Администрация Лиги Иссея забанила американского профессионального игрока Риса Блуминатора Блума на тысячу лет. По сообщению к Атаку, причины стали сексуальные домогательства к 15-летней девочке. В переписке с девочкой Рис Блум говорит, что его не беспокоит, что он педофил, и что во влиянии на неокрепшие умы есть что-то особенное. Как выяснили пользователи Reddit, собеседником игрока в переписке был взрослый мужчина, который представился 15-летней девочкой. Этот бан первый, полученный за поведение вне игры. На странице игрока причиной модераторы указали вредоносную деятельность. Один из администраторов Иссея рассказал Катаку, что игрока отстранили за взаимодействие с членом сообщества, и все подобные случаи в будущем будут расследоваться с особой тщательностью. Грядут ли еще какие-то последствия для игрока или сообщество ограничится порицанием, пока неизвестно. Однако свой аккаунт в соцсети Twitter Блуминатор уже поспешил удалить. И на этом у меня все. Пока!